Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Land Rover Discovery 2006 года выпуска двигатель 2.7 автоматный. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние шаровые опоры. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса и откручиваем верхние рычаги. Шаровые опоры именно верхних рычагов. Для этого вначале переводим в сервисный режим подвеску. Сейчас покажу, как вопрос возникал, просто человек говорит вы что, поднимая автомобиль не ставите его в сервисный режим? Ставим, но как-то на это не акцентировали внимание. Сейчас покажем. Заводим автомобиль. И переводим подвеску в нижнее положение. Вот после того, как подвеска перевелась в нижнее положение, мы еще раз нажимаем вниз до того, как загорится замочек. Загорелся индикатор замочек. Это сервисный режим. Теперь можно поднимать автомобиль. Почистил немножко резьбы. Здесь все замовилино внутри. Все грязненько. Сейчас открутим стойку стабилизатора, гайка. И шаровую опору открутим гайка. Для чего? Чтобы нам приподнять рычаг. Снизу у нас болтом М6 головка на 10 к рычагу крепится тормозной шланг к кронштейнам. И вот у нас тяга идет положение подвески. Кронштейн приварен, а сама тяга она резиновая одевается на этот кронштейн. Поэтому просто берем ее и стягиваем. Вот так вот колечко. Тяга резиновая. Потом будем ставить уже поставим ее. побрызгаем ВДшкой и откручиваем ключ на 19. этот сейчас у нас прокручиваться. Начнет палец у него на сверху под шестигранник. Наверное, головочка на 8. Будем ею держать. Да, вот начал крутиться. берем съемник. устанавливаем на его. Медлайн коч차 Сейчас подвяжем цапфу к баллону, чтобы у нас внутренний привод не вытягивало из гранаты. Ну что, сняли. Верхняя шаровая стучит, а стойка стабилизатора щелкает. Стойки стабилизатора у нас нет, мы ее не брали. Мы сейчас снимем пыльник, добавим туда смазки, а шаровую мы заменим. Это все лечится. Вот я говорил, болт видно, крепление кронштейна тормозного шланга. Откручиваем его. Вот. Приржавел. Болт идет туго. Когда снимем рычаг, мы его, резьбу прогоним, смажем. О, пошел легко. Боялся, что обломится. Да, король сверху. Это хорошо, что головка на 10, а сам болт на 8, не шестерка. Снимаем шланг и снимаем проводку датчика АБС. Вот мы освободили. Что еще хочу сказать. Будем затягивать, когда рычаг. Я вот здесь пометку сделаю, чтобы на таком уровне затянуть рычаг. Сайлентблоки, чтобы не рвать. Вот на таком уровне мы и затянем. Ослабил я гайки. Гайки здесь на 22. Теперь держим болт. Болт на 19. И уже до конца откручиваем рычаг. Вот он у нас зашевелился. Ну и также откручиваем второй. Чтобы до второго здесь подобраться, нужно сзади. Держать болт. Немножко неудобно. Задний болт-то я снял с шаровой. Передний я вытолкну. Но вытолкнуть-то я его вытолкну. Вот как вставлять я его буду. Здесь у нас пыльник закрывает. Сверху не подлезть. Там все закрыто. Шланги мешают. А здесь у нас стакан пневмо-баллона стоит. И вот сверху никак до болта не подобраться. Отсюда здесь тоже идут шланги. Но вот сейчас снимать буду локер. И смотреть все-таки, наверное, придется как-то вот изворачиваться. Снять-то не проблема. Сейчас вытолкну болт, он упадет и все. А вот ставить, ставить будет проблема. Снимаем локер. Снимаем вот эти саморезы, клипсы по кругу. И откидываем его. Все клипсы снял. Теперь еще стягиваем вот этот подкрылок. Разжирите. Он просто на клипсах сидит. Снимаем локер. Если кто-то по подвеске мочится. Падает подвеска. Вот клапанный блок передний. Сзади, возле заднего левого баллона, такой же клапанный блок стоит. Вот мы их все перебирали. Машина уже второй год ходит. Ничего не падает. Все нормально. Так, ну вот. Вот-вот. Вот отсюда теперь, наверное, можно добраться до болта. Вот он болт. Все. Болт вытащил, рычаг снял. Снял я стопорное кольцо с шаровой опоры. Теперь берем проставочку такую, чтобы у нас шаровая проходила. Подставляем. И выдавливаем. Вот и все. Шаровую опору выдавили. Здесь метки остались. По этим меткам запрессовываем новую опору. Новую опору мы будем использовать фирмы Сидем. 65082. LR4, LR3. Достал опору, а на ней никаких меток нету. Хочу попробовать. По кругу она... А, она по кругу ходит. Поэтому на ней вот эта маркировка не имеет никакого значения. Смазываем силиконом шаровую. И силиконом посадочная. Ставим шаровую опору. Продолжение следует... Режим. Сидем. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Это у меня сжимные, разжимных нету, сломал, приобрету, разожму этими. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь можно идти и устанавливать рычаг на место. Ну что, начинается самое веселье, теперь надо этот болт вставить. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сначала задний загоню. Вот этот мазать не буду, сейчас только выскальзывать будет. Ура! 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 Теперь помажу. Так, ну что, наживляем, затягиваем. Затянул я рычаг спереди и сзади, затянул в том положении, как я ставил метку, чтобы у нас соленблоки были в опущенном состоянии. Устанавливаем на место наш подкрылок и крепим его. Здесь листьев целая куча. Ура! 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 И конечно их новое ставить! Все. теперь по периметру крепим и потом уже защелкнем наш расширитель почему его надо защелкивать здесь через него еще клипсы крепятся снял пыльник а смазка вон вся высохла смазки здесь не хватает и поэтому палец начал пощелкивать сейчас добавлю смазки и одену пыльник на место и пока ее менять не будем потому мы все равно не заказывали заказывали только шару все разработал ее двигается на мягенькой смазку добавил и подвигал все смазка попала стало нормально без тресков без щелчков двигаться также посмотрел снизу снизу смазки было нормально сейчас берем одеваем здесь пока нам удобно провод и шланг вот эти резинки которые у нас в уши заводятся а теперь можно наживлять кронштейн болт я смазал вот он заводим его и закручиваем смазываем резьбу на стабилизаторе и резьбу на шаровое фолье скринь скринь На стабилизатор наживил Откручиваю цапфу 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 Откручиваю цапфу